Во времена посланника Аллаха Абу Гурейра, да буди довольным Аллах, это в Бухари. Абу Гурейра, да буди довольным Аллах, был назначен сторожить сокровища. Много их было. Золото, серебро, разные предметы. Это была казна. Много ценного имущества, мусульманской общины. Все в одном месте было сложено. И вот Абу Гурейра, да буди довольным Аллах, сторожит все это. И тут человек подходит, пытается что-то украсть. Абу Гурейра за руку хватает его, мол, да я тебя сейчас к пророку отведу. Как смеешь ты воровать? Тот взмолился, мол, нет, нет, пожалуйста, только не отводи к нему. Больше не вернусь. Но он пожалел, отпустил его. Это достоверный хадис. На следующую ночь, то же самое. Тот опять приходит и ворует. Пытается имущество с собой унести какое-то. Абу Гурейра за руку ловит его, помешал ему, не дал. Своровать. Я, говорит, тебя отведу к пророку. Тот, нет, 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 не отводи. Пожалуйста. Я тебе обещаю, больше не приду. Абу Гурейра отпустил и в этот раз. На третью ночь. Опять то же самое. Приходит он. Пытается воровать что-то из казны. В этот раз Абу Гурейра, да буди довольным Аллах. Хватает его, мол, короче, больше ты не уйдешь. В первую ночь просил меня, во вторую, третья вот уже. В итоге человек говорит, послушай, отпусти меня, я тебя кое-чему научу. Говорит, если ты скажешь это, то никакая кража не грозит. Это из сборника Бухари. Я вам не какие-то выдуманные хадисы привожу. Достоверный сборник, Сахих Бухари. Никакая кража не грозит. Вам, ребят, неинтересно, походу? Походу, да. На вас смотришь, лица у вас такие. Вы, ребят, хотите это знать или нет? Или сразу следующую историю? Хотите знать? Ну-ка, ответьте как следует. Хорошо, спасибо. Ну вот. Абуху Рейрадо, буди довольным Аллах, говорит. Мол, так, ты меня научишь каким-то словам, которые, если я скажу, то никакая кража не грозит? Да, говорит. И этот человек ему говорит. Абуху Рейрадо отпустил его. И когда к пророку пришел, саллиллаху алейхиусалям, говорит, о, посланник Аллаха, мол, так и так, вор приходил. Он словам меня научил, которые, если я скажу, то не грозит никакая кража. Посланник Аллаха сказал, что тот человек вообще в основе, заядлый, записной лжец. Но в этот раз он сказал правду. И тогда посланник Аллаха сказал, знаешь, кто это был? Это был дьявол. Это был шайтан. Он превратился из невидимого дьявола в дьявола в человеческом обличии. Принял облик человека. Скопировал его внешность. Поистине он заядлый лжец. Просто прожженный врун. В основе. Но конкретно в этот раз правду сказал. И это значит, друзья мои, что когда из дома выходишь, читай аят Аль Курси. Когда машину закрываешь, аят Аль Курси читай. Где бы ты ни был, читай аят Аль Курси. И дуй на себя. Или просто аят Аль Курси читай. Вот я вам говорю, после этого у вас, иншалла, ничего не украдут. Из дома ничего не вынесут. Даже ночью, если напуганы. Аят Аль Курси читайте. Перед сном читайте. Спокойно проснётесь, иншалла. Дом тебя не выставят. Не будет этого. Вы, ребят, как, следите? Вот было такое, что много денег у меня лежало. Доверили мне их. Надо было с собой их носить. Как-то раз. И я ездил, где-то по Лондону. И большие деньги с собой у меня были. И я просто прочитал аят Аль Курси. И говорю вам, в некоторых местах я был, где деньги не были в безопасности. Но из-за аята Аль Курси всё обошлось. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.